Епископ Феофан Затворник О посте Из писем о христианской жизни Как много толков о посте! Как восстают на него и говорят, Почему же пост и такой строгий, Когда Господь сам говорит, Что не входящее в человек сквернит, Но исходящее из сердца? И апостол учит, кто не ест, Не осуждай того, кто ест. И святой Златоуст в день Святой Пасхи Призывает к веселью всех И постившихся, и не постившихся. Бедный пост! Сколько он терпит укоров, наветов, гонений! Но вот все по милости Божией стоит, Да и как иначе-то? Подпорка крепка. Господь постился. Апостол постились, и при том немало. Но, как говорит о себе апостол Павел, В пощениях многощи. И все святые Божии держали строгий пост, Так что, если б дано было нам обозревать Обители райские, мы не нашли бы там ни одного, Кто чуждался бы поста. Так и следует. Нарушением поста потерян рай. Подъятие строгого поста должно стоять в числе средств К возвращению потерянного рая. Мать наша святая, церковь сердобольная, Разве мачеха нам? Стала ли бы она налагать на нас такое бремя, Тяжкое, ненужное? А вот налагает? Верно, нельзя иначе. Покоримся же. Да и все, хотящие спастись, покоряются. У кого западает забота о душе, Сейчас начинает поститься. И чем сильнее у него забота, Тем строже он постится. Отчего бы это? От того, что при посте Успешнее идет дело И легче совладать с душою. Кто же отговаривается от поста, Верно, тому недорого спасение. Уж где чрево пишет законы, Там Бог чрево. А кому Бог чрево, Тот враг креста Христова. А кто враг креста, Тот враг Христа, Спаситель нашего и Бога. Вы вот как вперед поступаете. Когда кто станет восставать На какое-нибудь подвижническое установление Божие, Начинайте его спрашивать, Какое же принимает он, Кроме этого отвергаемого? Например, кто пост отвергает, Спросите, ну, а в церковь нужно ли ходить? Нужно ли домашнее держать молитвенные правила? Нужно ли исповедаться и прочее? И уж, наверное, найдется, Что он откажется от всего? И ясно будет вам, Что не о посте у него толк, А о всякой вообще тесноте. Ему хочется жить широко, Ну и пусть живет. Только уже непременно прочитайте ему Определение суда Божия на широкий путь. Это долг всякого ведущего сие определения. Ведь когда все расспросите, Окажется, что такого рода мудрец Совсем другой будет веры. И скажите ему то, Скажите, что у тебя, брат, Другой Бог, Другие законы, Другие надежды. А у нас Бог, Господь Иисус Христос, Пастившийся. Мать у нас, Святая Церковь, Уставами требующая поста, Сподручники наши, Святые апостолы, Пастыри и Учители Вселенные, Все постники И законоположники поста. Так нам иначе нельзя. А ты Себе иди свою дорогою. Не думаете ли вы Убедить таких? Куда нам? Лоб у них медян, И вы ежелезно. Что вы с ними сделаете? Не думайте, Что у них есть резоны, Какие основательные. Нет, у них только Упорство сильное. Вот те кривотолкования, Что вы слышали верно, Считаются у них Высокими идеями. А посмотрите, Что тут есть. Говорят, Не входящее в уста Сквернит. Кто против этого спорит? Разве Пастящиеся Воздерживаются от пищи, Потому что боятся Оскверниться ею? Помилуй Бог, Никто так не думает. А это Хитритцы и мерзкие Сплетают ложь, Чтобы как-нибудь Прикрыть себя Благовидностью. Нарушающие пост Сквернят себя Только не пищею, А нарушением Заповеди Божией Непокорностью И упорством. И те, Кои постятся, А не хранят Сердце своего чистым, Не считаются чистыми. Надобно то и другое, И пост телесный, Пост душевный. Так В поучениях Говорится, Так и в церкви Поется. Кто не исполняет Всего, Не пост виноват. Зачем же от поста-то Отказываться Под всем предлогом? Спросить бы тех, Кои не хотят Поститься, Хранят ли Они Своё сердце Чистым. Дело невероятное. Если при посте И других подвигах Едва-едва Можно управляться С нашим Любезным сердцем, То без поста Уже говорить нечего. Помните, Как один старец Встретил молодого монаха, Выходившего Из харчевни, И сказал ему, Э, брат, Недоброе дело Сюда ходить. Тот отвечал ему, Пади, Лишь бы сердце Было чисто. Тогда старец С изумлением Сказал, Сколько лет Живой я в пустыне Пощусь и молюсь И редко Куда выхожу, Но ещё не приобрёл Чистого сердца. А ты, юный, Ходя по харчевням, Успел приобрести Чистое сердце. Диво! Вот тоже Надо сказать И всякому, Отказывающемуся От поста. А то, Что там дальше Говорится, Кто не ест, Не осуждай Того, кто ест, Это ни к чему не ведёт. Ведь это Наставление. Поставляя себя В число постящихся, Поблагодарим За совет Или напоминание, Но Не постящийся Через это Не освобождается От обязанности Поститься И от ответственности За неопощение. Кто осуждает Не постящегося, Тот грешит. Но Не постящийся Через это Не становится Праведным. И не будем Осуждать. Пусть Всякий Себе Как знает. А за Правила Или закон Поста Стоять Надо И не Не давать Вольникам Коварно Сплетать Ложь. Наконец, Снисхождение Святого Златоуста К Не постившимся Означает Только доброту Его сердца И желание, Чтобы в светлое Христово Воскресение Все радовались И не было Печального Лица Ни одного. Таково Желание Святого Лица А сбывается Ли оно На деле Бог Весть. Говорите Больному Будь здоров Будь здоров Поздоровится Ли ему От всего Тоже И там. Всех Приглашают Радоваться А все Ли истинно Радуются Совесть Куда девать Шум Да гам Не есть Радость Радость Бывает На сердце Которое Не всегда Радуется При внешних Увеселениях Вот Святой Златоуст Предполагая Что Иного Тревожит Совесть За непощение Сию Самую Тревогу Принимает За раскаяние И эпитемию И всех Разрешает На радость И веселье Так Вот Эта Частичка Сокрушающихся Непощении Действительно Вкусит Духовного Утешения Или умиления Сердечного А прочее Едва ли Допустит так Законность И обязательность Поста Для всех От этого Нисколько Не умаляется Продолжение следует Продолжение следует